Если ты знаешь, кто такой Оптимус Прайм, поставь лайк за 3 секунды. Раз, два, три! Всем привет, ребятки! С вами, как всегда, Алтплей, и добро пожаловать на мой канал! Добро пожаловать в нашу новую игрушку под названием Superhero Robot Merch Master! И в этой игре, как и в любой игрухе Merch Master, мы с вами должны создавать свою собственную армию. В этой игре, ребят, мы с вами будем создавать армию автоботов. Есть у нас тут воины-автоботы, которые будут сражаться в ближнем бою. Я уже первых двоих воинов открыл. А также есть у нас тут, ребята, лучники, тоже автоботы. Сегодня мы с вами проверим одну мою довольно-таки интересную стратегию, по которой вы можете также играть, зарабатывать деньги и прокачиваться практически в любой игрухе типа Merch Master. Как вы, наверное, знаете, для того, чтобы прокачиваться в играх по Merch Master, нам с вами нужно зарабатывать деньги. Эти деньги мы можем получать либо за победу в боях, либо за просмотр рекламы. Так вот, чтобы не смотреть рекламу, я вам сейчас покажу, как можно зарабатывать много-много денег и проходить, в принципе, любую подобную игру. Итак, ребятушки, для начала нам с вами нужно пройти немножечко левела для того, чтобы заработать деньги. Я пропустил пару вступных уровней, поэтому давайте начинать прямо с четвертого. Ну что же, в принципе, армию я свою уже выставил, поэтому пока мы с вами просто-напросто сражаемся. Нам нужно будет покупать как можно больше пехоты и как можно больше лучнику пока что. А потом я вам покажу, что нужно будет делать. Итак, вот у нас первая победа. Здесь мы с вами имеем уже 883 монетки. Давайте мы с вами прикупим еще два автобота-пехотинца. Вот так вот мы с вами это все объединим. И на сдачу давайте купим еще одного лучника. И вот такая вот у нас, ребятушки, теперь образовалась армия. Думаю, что, в принципе, для кого не секрет, что здесь мы с вами железно побеждаем, потому что у меня аж на 5 автоботов больше, чем у моего противника. Итак, денежки нам капают. Потихонечку-потихонечку мы с вами становимся все сильнее и сильнее. Итак, следующий левел у нас шестой. Для этого нам нужно, наверное, объединить уже наших автоботов для того, чтобы получить новую карточку. Итак, вот у меня уже получается два оранжевых автобота. И здесь мне нужно сейчас, наверное, все-таки, ребятушки, еще два простеньких автобота объединить для того, чтобы пехотинца создать второго левела. Ну и на оставшиеся деньги мы с вами можем, конечно же, купить еще одного нашего стрелка. Теперь мы можем с вами объединить уже стрелков наших. И, ребятушки, как вы уже поняли, у меня появился новый стрелок, да? Вот опять новую карточку мы с вами только что подобрали и открыли. Итак, пока что ничего не меняем. Дальше продолжаем сражаться. Этот левел мы с вами тоже, в принципе, я думаю, должны будем пройти без особого затруднения. Нам нужно, ребятушки, пройти первых несколько уровней. Вообще, в идеале пройти первых 10 уровней для того, чтобы в 10 левеле уничтожить босса. Здесь, как правило, ребят, у нас будут боссы, которых нужно, конечно же, уничтожать. Итак, создаем еще два пехотинца и опять тапаем, чтобы продолжить игру. Здесь, по-моему, мы с вами тоже без особого затруднения должны будем одолеть нашего противника. Да, мы с вами опять заработали 1100 монеток и теперь можно будет еще нашу армию немножечко преобразить. Итак, ребятки, уровень восьмой. Нам нужно сейчас побольше создать пехоты. Поэтому всех вот этих вот воинов, пехотинцев, мы с вами должны вот так вот наперед выставить. Это мы как раз таки с вами и делаем. Ну, а наших всех автоботов можно поставить уже позади. А эти уже более прокаченные наши автоботы. Итак, тапаем, чтобы начать. И вот у нас, в принципе, пошел уже наш махач. Тут с этим вот автоботом будет довольно-таки сложно, ребятушки, справиться, потому что он самый-самый прокаченный. Я имею в виду вражеского автобота. Но, тем не менее, мои воины одолели его. И мы с вами заработали чуть больше полторы тысячи монеток. Отлично. Итак, ребят, в принципе, у нас уже девятый левел, еще два уровня. И мы с вами будем уже по нашей стратегии сражаться. Хотя, давайте, наверное, приступать уже к этой стратегии. Что нам с вами нужно сделать? В моей стратегии есть один такой вот замечательный плюс. Нам с вами нужно создать одну очень ударную единицу. К примеру, мы с вами должны создать очень серьезного и очень прокаченного. Хотя бы одного, а вообще в идеале, два автобота. Мы их с вами ставим позади. А наперед мы с вами будем оставлять прям самых-самых простеньких, наших автоботов-любителей, которых у нас тут аж пять штук. И в идеале, когда будет у нас происходить сражение, враги будут сперва бить по моим слабеньким целям, а мои уже более сильные автоботы с тыла будут уничтожать противников. Таким вот образом, ребятки, мы с вами будем постоянно выигрывать. И никогда на нем нужно смотреть рекламы. Мы с вами будем зарабатывать деньги. И потом за эти деньги будем прокачивать наши войска. Так, ребятки, тут у нас уже десятый левел. Пока что босса нету. Наверное, босс будет на уровне, я так понимаю, одиннадцатым. Ну, давайте тогда немножечко прокачаем наших лучников. Теперь у нас, смотрите, есть пять лучников второго левела. И также давайте мы с вами прикупим... Давайте, наверное, прикупим еще одного автобота первого уровня. Итак, пошли. Я думаю, что в этот раз, ребятки, мы с вами точно должны будем победить. Все, что нам нужно делать, это просто подождать, пока наши воины справятся с поставленной задачей. Видите, в принципе, мы с вами создали одного очень сильного автобота, который и решает, который помогает нам, ребятки, в нашем сражении. И вот у нас уже одиннадцатый левел и битва с боссом. Мы с вами можем, наверное, вот так вот объединить еще два автобота. У нас получится оранжевый вот этот вот автобот, он более-менее сильный. Также мы с вами можем еще объединить несколько лучников, для того, чтобы с тыла у нас тоже стреляли довольно-таки серьезные и сильные автоботы. И теперь мы с вами, давайте, наверное, закупимся уже зелеными вот этими вот слабенькими автоботами, для того, чтобы они с тыла тоже наносили хотя бы какой-то урон. Итак, ребятушки, вот у нас будет первый босс, с которым нам нужно будет сразиться. Я думаю, что мы с вами тоже без особого затруднения должны будем уничтожить этого босса, что мы как раз-таки и делаем. Ну вот, ребятушки, в принципе, мы с вами первого нашего автобота-босса уничтожили. Итак, погнали дальше. Нам нужно, как вы уже поняли, создавать тылы, то есть, чтобы у нас в тылу были сильные лучники, и нам нужно хотя бы один или два сильных автобота. А все остальное мы с вами должны заложить уже клеточками более слабых машин, более слабых автоботов. Давайте сейчас, ребят, я попробую еще прокачать одного оранжевого автобота. И здесь мы с вами наперед еще давайте поставим одного зеленого. На оставшиеся деньги можно нам, ребятки, прокачать еще наших лучников. Тут, в принципе, у меня денег пока что хватает, поэтому прокачиваем наших лучников максимально. И вуаля, вот такая вот у нас получилась армия. Итак, смотрим, что из этого будет происходить. Посмотрим, ребятки, будем ли мы с вами продвигаться вперед. Вот вы видите, меня пока никто не может остановить. Если, ребятки, вы играли хотя бы в какую-нибудь игруху по Мерчмастер, то вы, наверное, знаете, что там нужно, чтобы пройти какой-то определенный участок, какой-то определенный левел, да, нам с вами нужно смотреть прям целую кучу реклам для того, чтобы зарабатывать деньги и эти деньги потом вкачивать в наших воинов. Таким вот образом, если вы будете играть как я, вам никакие деньги не нужно будет, вам никакую рекламу не нужно будет смотреть, чтобы получать деньги, потому что деньги вы будете зарабатывать в процессе игры. Так, хорошо, давайте сейчас мы с вами еще попробуем создавать несколько наших автоботов, этих воинов, для того, чтобы уничтожить наших вражеских автоботов. Ребят, смотрите, тут уже получается, что два очень сильных автобота. Нам с вами нужно, наверное, два объединить оранжевых автобота, и у нас получится вот таких вот два более сильных автобота, которые должны будут, наверное, принести мне победу. Ну, давайте, наверное, мы с вами еще лучнику прокачаем. Мне кажется, что нужно будет нам с вами еще посильнее все-таки тылы наши сделать. И теперь давайте попробуем сразиться. Я думаю, что в этот раз мы с вами должны уничтожить наших противников. Да, видите, ребятушки, в принципе, всех вот этих вот мелких автоботов мы с вами потеряли, но наши самые сильные автоботы уничтожили противника и принесли нам долгожданную победу. И вот у нас будет очередной босс, с которым нам нужно будет, конечно же, сразиться. Давайте сейчас я попробую немножко, наверное, все-таки еще лучников призывать на помощь. И, пожалуй, ребятки, наверное, все. Посмотрим, сумеем ли мы одолеть второго босса, или мне нужно будет еще немножко мою армию прикупить. И, ребят, наверное, мы в этот раз с вами тоже побеждаем. Наверное, в этот раз мы с вами второго босса тоже уничтожаем. Вуаля, ребятушки, в принципе, без особых затруднений мы с вами этого босса уничтожили. 16-й левел, и тут у врага будет уже более-менее внушительная армия. Нам сейчас с вами очень важно это, конечно же, улучшить нашего самого сильного автобота, которых пока что у нас два. Сейчас давайте мы с вами попробуем создать еще несколько зеленых автоботов и попробуем их пообъединять. Итого у нас получился один оранжевый, один вот такой вот автобот, похожий на Оптимуса Прайма, и два таких более-менее серьезных чувака, серьезных автобота, которые должны будут наносить максимальное количество урона по нашим врагам. Ну что же, как и в предыдущих сражениях, самые слабые мои автоботы погибли, ну а самые сильные приносят недолгожданную победу. Обратно, ребят, вот зацените, мы с вами прошли уже до 17-го левела в данной игре и ни разу не смотрели рекламу. Это очень хороший показатель. Хорошо, ребятушки, давайте мы сейчас с вами, наверное, все-таки попробуем еще улучшить наших лучников и попробуем, ребят, мы сейчас, наверное, улучшить уже нашу пехоту. Так, создаем мы с вами тогда вот такого одного робота нашего, самого сильного, и давайте объединим этих два робота. И вуаля, ребятушки, мы с вами выбили новую карту. Этот автобот имеет урон 93 и здоровье 622. Это, пожалуй, самый сильный автобот, который присутствует на данной карте. На остальные деньги мы с вами можем просто рандомно закупить любых автоботов и нажимаем файт. И у нас сейчас будет махач, наш вот этот вот основной автобот пойдет выносить абсолютно всех. Я думаю, что даже он один, наверное, уничтожил бы всю вражескую армию. Мы с вами заработали уже практически 10 тысяч монеток. Так, на эти деньги я, наверное, куплю сейчас этих вот зеленых автоботов, и мы с вами будем их объединять. О, ребятки, смотрите, у меня уже оранжевый автобот появился, зеленый, и вот этот вот какой-то белосиний. Кстати, мы с вами можем сейчас тоже объединить еще наших лучников, и у нас появится новая карточка нашего лучника. Урон у него 128 и здоровье 256. О, это, ребятушки, очень прокачанный автобот. Я думаю, что у противника такого автобота точно нету. Ну что же, тапаем, чтобы начать, и сейчас мы с вами будем уже просто на изи, наверное, разрывать наших противников. Ну, конечно, не на изи, но, тем не менее, мы с вами 18 левел тоже проходим. Заработали 16 тысяч. На эти деньги, наверное, ребятушки, я сейчас попробую еще прикупить немножко лучника. У меня нужно будет все-таки мои тылы немножко все-таки попрокачивать. Давайте мы с вами это и сделаем, и вот так вот пораставляем. Сейчас по максимуму, ребят, я закуплю с лучниками. Давайте этот левел мы еще вот таким вот образом попробуем провести. На эти деньги, которые сейчас я заработаю, я попробую еще побольше лучника прикупить. И хотя бы еще одного сильного автобота попробуем мы с вами объединить, чтобы у нас было два очень серьезных и сильных лучника. Так, объединяем это все. И теперь, ребятки, у нас будет два вот этих вот очень сильных автобота-лучника. Они будут наносить прям очень-очень серьезный урон. На остальные деньги мы с вами можем закупить вот этих вот зеленых автоботов, простых. И давайте попробуем уничтожить уже третьего босса. Посмотрим, получится ли в этот раз нам с вами это сделать. Конечно, ребятки, получилось. Смотрите, мы с вами практически никого уже не потеряли. Я уже уничтожил троих боссов, дошел до 21 левела и еще ни разу не смотрел рекламу. Вот такая вот прикольная у меня тактика в прокачивании игрок Merch Master. Если вам эта тактика понравилась, обязательно поставьте лайк. Ну и конечно же, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, которые у меня выходят каждый день. С вами был, как всегда, Уплей. Всем удачки, ребятки. Всем пока.